МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказал, не высказал, не высказал. Итак, добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели, наши ютуб-видители, ну и, конечно же, наша фейсбук-аудитория. Итак, в эфире замечательная программа, которая уже давно идет на наших волнах, Народная трибуна. Ее ведущий сегодня я, Анатолий Червец. И участники все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200. Конечно же, вы нас можете слышать на нашей веб-страничке www.radionvc.com. Вы нас можете видеть и слышать на нашем ютуб-канале радио-нвси. Пожалуйста, зайдя на канал, зарегистрируйтесь, subscribe. И, естественно, вы нас можете видеть и слышать на нашей страничке в фейсбук. Ну, а те, которые любят все-таки пользоваться всякими электронными гаджетами, типа там телефонов, айпэдов или других принадлежностей, пожалуйста, загрузите наше бесплатное приложение, и вы нас сможете видеть и слышать через свои электронные гаджеты. Ну, а те, которые пользуются платформой Android, пожалуйста, выходите через ваш веб-браузер на нашу страничку www.radionvc.com и станете, опять же, нашими полноправными участниками. Итак, дорогие друзья, народная трибуна открыта. И вот у нас уже есть первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло. Понятно. Звонил, звонил, не дозвонился. Вернее, не так не дозвонился, как не дождался. Ну, вот повторная попытка. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Я могу говорить, да? Пожалуйста. Толя, знаете что, добрый день. Вчера я вам задал вопрос. Я помню про красные флажки. Да, да, да. Я помню. Да, помните, да. Он так замораживал на мозги конец света. Последнее его уступление было. Он говорил, я вам уже надоел, мистер Вольский, но я вам звонить больше не буду. Я больше черпаю с интернета. Ну да. Ну, знаете, каждый относится к этому по-своему. Как-то им-то образом все-таки прокомментировать это. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Давайте я приму следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Анатолий. Да. У меня к вам просьба. Ответите, пожалуйста, вопрос, который сейчас поднят. Ганн Легислейшн. Да, да, да. Обязательно. Прямо сейчас вот мы с этого и начнем. Спасибо большое. Итак, как обычно после вот таких массовых убийств, конечно же, все быстренько прыгают на свои самые-самые высоких коней и сверху оттуда начинают махать шашками по поводу того, что я имею в виду про демократов, конечно же, по поводу того, что все, надо отобрать оружие, надо запретить, в общем, короче говоря, это их постоянная песня, к которой мы уже привыкли, иногда они как-то более активно борются за эту тему, а иногда они как-то так, ну, прошло и не надо. Так вот, сейчас две вещи, которые происходят у нас в стране. Вещь номер один. Все согласны с тем, я имею в виду все, это и республиканцы, и демократы согласны с тем, что нужно что-то делать. Теперь, вопрос и проблема состоит в том, что у республиканцев свое видение этой ситуации, а у демократов свое. Сначала расскажу видение республиканцев, потому что оно четкое, короткое и понятное. республиканцы сказали, ребята, нам новых законов не нужно, нам бы хотя бы старые начать исполнять. У нас полно законов, запрещающих автоматическое оружие, запрещающие модификацию полуавтомата в автомат. У нас есть закон, который требует проверки истории жизни и так далее, то есть предыдущих историй, чтобы удостовериться, нет никаких криминальных нарушений, никаких даже тикетов. То есть, у нас полно законов, нам нужно их начать выполнять. Это точка зрения республиканцев. Единственное, на что Трамп как бы согласился и то не принять закон, а рассмотреть предложения и поводы к принятию, наверное, это даже не закон, это поправка к закону о необходимости проверки человека, так называемый, на прочность. Так вот, если раньше, допустим, ну, я вам расскажу положение сегодня, а потом обсудим, что они хотят. Сегодня положение таково. Человек, который хотел бы приобрести оружие, если он находится в возрасте 21 года, если у него нет никаких приводов в полицию, криминальных нарушений, никаких криминальных обвинений, криминальных приговоров, если он не был замешан или не имеет истории вождения машины в нетрезвом состоянии, если у него нет истории, так называемой domestic violence, то есть, ну, бытовых вот таких эксцессов, эксцессов, то есть, если человек более-менее чист, вернее, не более-менее, а если человек действительно чист перед законом, мало этого, если у него нет задолженности по алиментам, ну и так далее, то есть, там достаточно такие жесткие условия уже. Этот человек имеет право, заполнив форму и на сегодняшний день, уплатив 11 долларов, через какое-то время он получает, так называемую FOID Card, это Firearm Ownership ID Card, имея которую он имеет право на покупку оружия, он его не имеет права носить, есть определенные условия перевоза оружия в своей машине, то есть, если пистолет лежит в бардачке, то патроны должны лежать в багажнике и наоборот, если пистолет, патроны в бардачке, значит, пистолет должен быть в разряженном состоянии в багажнике, причем в таком специальном, как бы, сейфе, который не так просто открыть. То есть, существуют достаточно определенные жесткие законы. Теперь, для того, чтобы получить разрешение на ношение оружия, тут еще сложнее процесс, почему? Потому что тогда нужно, во-первых, пройти определенные курсы, нужно получить, пройти определенное количество часов по безопасности обращения с оружием и так далее, потом нужно там отстрелять минимум 30 патронов на разные расстояния и вот все это проделав, человек платит на сегодняшний день 150 долларов, заполняет опять же форму и тут ему нужно сделать обязательно отпечатки пальцев и его уже проверяет ФБР, не просто state police, а его проверяет уже ФБР и, не заметив никаких нарушений, опять же, человек получает разрешение на ношение оружия. И то, это оружие можно носить только в скрытом виде, то есть, его нельзя демонстрировать, его нельзя носить на виду, оно должно быть закрыто каким-нибудь, ну, какой-нибудь одеждой, то ли там майкой, кофтой и так далее, пиджаком, вот, то есть, это положение на сегодняшний день. Но, в чем проблема с сегодняшним законом? Проблема в том, что у нас в стране существует так называемая HIPAA law, H-I-P-A, это Health Information Privacy Act, то есть, каждый человек, живущий в нашей стране, имеет право на конфиденциальную информацию по состоянию своего здоровья. То есть, на сегодняшний день, допустим, я даже не могу, если моему ребенку или моему чаду больше 18 лет, я, как родитель, не имею права задать врачу, вернее, я имею право задать вопрос, но врач не имеет права выдать мне информацию по состоянию здоровья моего собственного чада, так как он, будучи в возрасте после 18 лет, имеет право на вот эту конфиденциальность. Для того, чтобы я мог получить информацию, мой сын должен подписать определенную бумагу, которая позволяет мне, в эту бумагу вносятся все имена людей, которым мой сын доверяет информацию о своем здоровье, прошу прощения, и только в том случае я могу узнать, что же происходит с моим сыном. Так вот, вот эта хипа, она, к сожалению, не только дает права нормальным людям, то есть, ну, людям законопослушным и так далее, она защищает абсолютно всех, и на сегодняшний день, если у человека есть какое-то ментальное нарушение, ну, ментальное мы назовем, давайте говорить так, ну, без грубости, ну, человек не совсем, не полностью в своем уме, у него иногда есть какие-то заскоки, типа приступа в шизофрении и так далее, причем это известно либо врачам-психиатрам, либо его детским врачам и так далее. Так вот, это состояние, можно, информацию об этом состоянии можно получить только обратившись в суд, если сам человек не подпишет бумагу о выдаче этой информации. И что получается сегодня, вот что произошло, допустим, вот именно с человеком, с этим парнем, который расстрелял людей в Техасе, судя по его, как говорится, предсмертной записке, в которой он рассказывает, что его толкнуло на это преступление, какие мотивы, какие предмотивы и так далее, если человек прочитает полностью вот это произведение, назовем его так, то тут видно невооруженным глазом, что этот парень был абсолютно не в себе, абсолютно не в себе. У него были абсолютно какие-то бредовые идеи, у него были ситуации, которые в жизни, о которых он, скажем так, очень сильно переживал. Ну, например, его очень сильно волновало состояние водоема в нашей стране, его очень сильно интересовало и волновало факт того, что вот мексиканцы, придя в нашу страну, занимают рабочие места американцев, которым потом приходится искать эти места где-то в других местах. В общем, там было настолько всякое такое сумбурное произведение, что явно было, то есть, ну, не нужно быть психиатром для того, чтобы понять, что этот парень не совсем в себе. Мало этого, даже его мама, когда он приобрел, единственное, что я только не понимаю, они говорят, он приобрел винтовку по типу нашего автомата Калашникова. Значит, у нас автоматы Калашникова запрещены к продаже по-любому. На их владение имеют право только определенные люди, лицензированные типа полиция, военные, причем военные, которые находятся на активной службе и так далее. Поэтому, что они имеют в виду по типу Калашникова, я честно не понимаю. Они не показали то оружие, которым он пользовался. Но я подозреваю, что, опять же, это может быть так называемая полуавтоматическая винтовка типа AR-15. То есть, что это полуавтомат, это точно такая же, как полуавтоматический пистолет, где вы не можете, нажав один раз на курок, выпустить очередь. То есть, для того, чтобы выпустить патрон, каждый раз нужно нажимать на курок. Вот это называется полуавтомат. Она перезаряжается сама, но она не стреляет очередями. Так вот, если он приобрел вот такую винтовку, он, тем более, что они говорят, он ее приобрел легальным способом. Раз легальным способом, это значит, что он достигнув определенного возраста, то есть, 21 года, он подал заявление, вот эту форму, на карточку, про которую я вам рассказал, фойт-карт, получил ее и смог пойти и купить это оружие легально. Раз он его купил легально, это уже не может быть калашников. Значит, это, опять же, это игра слов демократов, которые вас пытаются ввести в заблуждение. Поэтому, очень аккуратно, очень осторожно слушайте то, о чем вам говорят и анализируйте. Почему? Потому что вам тут такое наплетут, что ни на одну нормальную голову не налезет. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день, очень интересно вы рассказываете. Я просто хотел внести немножко дополнения. Оружие полуавтоматическое, а за утра, типа калашников или K47, как они называют, вы можете купить в Кабеле, вы можете купить в Батроша. Это оружие сделано, скорее всего, в Америке или собрано из частей откуда-нибудь из Болгарии или так. Так что оно абсолютно не запрещено. Так что это... Да, я с вами согласен. Оно не запрещено как полуавтомат. Мы сейчас... Разрешите, я продолжу. А что касается автоматического оружия, вы тоже его можете купить. Но в Америке есть закон, запрещена регистрация нового автоматического оружия. То есть, то, которое уже у людей на руках или у каких-то дилеров, вы тоже можете совершенно легально приобрести. Но вы должны получить разрешение у местных властей. Это другой разговор. Я говорю, что если он купил его легально, вряд ли он купил автомат Калашникова. Вот в этом отношении я... То есть, то, что я имею в виду. Спасибо большое. Итак, значит, этот парень, именно пользуясь вот тем законом HIPAA, которое запрещает распространение, разглашение состояния здоровья, вот что получилось, даже его мама, даже его мама, оказывается, сделала... Как только он приобрел это оружие, она сделала звонок в полицию, но не называя своего имени и не называя имени сына, потому что она боялась, что его просто придут и закроют. Значит, она задавала вопрос, который такой очень щекотливый. Она сказала, что ее сын купил вот такое вот оружие, но, зная своего сына и зная его наклонности, она попросила у полиции, проконсультировать ее, как поступать в случае, если что-то произойдет, понимаете? То есть, уже ясно было, что кто-то знал о душевном состоянии этого парня, кто-то знал, теперь уже сразу все выходит наружу, вдруг, вдруг находятся люди, которые с ним сталкивались, вдруг находятся люди, я имею в виду, вот его сверстники, которые всегда считали, что он не совсем нормальный, но никто об этом не говорил, почему? Потому что точно об этом никто не знал, а ходить показывать пальцами, все посчитали, ну, зачем, ну, живет себе человек и пускай живет, да? Так вот, что сегодня предлагает, не Трамп, а на что согласился Трамп? Он согласился рассмотреть поправку к закону, где будут иметь возможность при заполнении формы на покупку оружия, чтобы и так же можно было проверить медицинский рекорд. Плюс, вы не забывайте, тут еще есть одна ситуация. В Америке все, что происходит с ребенком до 18 лет по исполнению, только если он там никого не убил и не зарезал и не взорвал, все его шалости, все его проказы, все его дурацкие поступки, они, как говорится, опечатываются и их хранят так, что к ним практически может появиться доступ только через суд. То есть ни один полицейский, ни одна, ни один ФБР-агент не сможет узнать, что происходило с ребенком до 18 лет. Ну, вот такой закон. Это, с одной стороны, неплохо. Это неплохо для тех дурачков, которые куролесят в своей молодости, не сознавая, что они делают. Но потом они исправляются, и они не хотят, чтобы это влияло на их дальнейшую жизнь. Так вот, вот это то, что сегодня, на что соглашаются республиканцы рассмотреть, и то еще не принять, а пока что провести обсуждение, дебаты по поводу того, нужно ли вскрывать вот эти рекорды. Так? Это то, на что согласны республиканцы. Больше они не согласны ни на что. Никакие ограничения в покупке оружия, в ношении оружия, ну и так далее, да? Почему? Потому что это все связано со второй поправкой. Теперь, что предлагают демократы? Ну, так, чтобы вам долго не морочить голову, они предлагают просто запретить вот это, вот это, вот это, вот это. И вообще, некоторые говорят, нужно полностью конфисковать все оружие, которое существует, некоторые говорят, нужно выборочно конфисковать оружие, которое, как они называют, является assault weapon, то есть оружием нападения. Ну, вы понимаете, что оружием нападения можно считать и ножницы, и молоток, и, ну, короче, придумайте любую штучку-дрючку, которая вы можете нанести вред здоровью какому-то человеку, и это может считаться оружием нападения. Поэтому они не предлагают, то есть то, что они предлагают, это слишком обширно и огульно, чтобы на это согласиться. Ну, в общем, короче говоря, конечно же, они никогда не, не, то есть до тех пор, пока демократы не согласятся хотя бы на шаг, который предлагают республиканцы, никакого договора не будет между ними. То есть вот так оно будет дебатироваться, дебатироваться, будут показывать друг на друга пальцами, а я хотел вот так, а ты мне не дал, а ты хотел вот так, а я тебе не дам. Ну, в общем, короче говоря, вот такая будет чехарда, к которой мы уже привыкли и которую мы испытываем уже, я не знаю, сколько лет. Ну, вот, наверное, с первого ситуации в штате Колорадо в 97-м году, это Каламбайн-Хайскул. Так, теперь, сейчас мы подошли именно к тому, что такое красные флажки. Но, я вот сейчас посмотрел на часы, я вам клянусь, обещаю, я начну, я не буду принимать звонки во втором сегменте до тех пор, пока я не расскажу о красных флажках. Оставайтесь с нами. Ну, вот, мы прослушали очень интересный рекламный блог, и сейчас, как я и обещал, я пока принимать звонки не буду, я хотел бы действительно рассказать, объяснить вот этот вот закон красного флажка, который предлагают, ну, в принципе, предложил это Лэнзи Грэм, он, ну, он его предложил в одном виде, демократы уже его тут же быстренько перекрутили в другой вид, и сейчас, опять же, будут дебаты. Так вот, что такое закон красного флажка? Во-первых, быстренькая предыстория. Во время, после того, как в Америке произошел случай 11 сентября 2001 года, где погибло почти 3000 человек, появился такой лозунг «See something, say something». Почему? Потому что вдруг, как только, то есть, произошел теракт, тут же нашлось, после того, как, говорится, села пыль, люди немножко успокоились, это, конечно, был действительно страшнейший случай, я помню четко, где я был и когда, то есть, где, когда это произошло. Так вот, начали поступать предложения о том, что все-таки очень многие люди имели интересные, разные подозрения по поводу того, что происходило на тот момент в Америке. Почему-то, якобы, во Флориде начали тренироваться какие-то пилоты непонятно откуда и зачем, и об этом никто никому ничего не сказал. Начали покупать карты, которые, опять же, так вроде человек посмотрел, ну, купили и купили, и ладно. Понимаете? То есть, учитывая то, что наша страна, к сожалению, вот это то, что мне очень не нравится, наверное, одно из очень немногих, но мне не нравится ситуация в нашей стране в том смысле, что наша страна реактивная, не проактивная. То есть, как говорят в России, пока гром не грякнет, мужик не перекрестится. Мы реагируем на то, что произошло. Мы не пытаемся предотвратить то, что может произойти. Итак, когда вдруг начали появляться такие знаки, где и тот что-то заметил, но ничего не сказал, и этот что-то заметил, но ничего не сказал, пошло предложение вот именно этого лозунга «see something, say something», «увидел что-то, расскажи что-то», «расскажи кому-то». Ну, и опять же, вы понимаете, что лозунги лозунгами, а реальная жизнь реальную жизнью, и все те массовые убийства, которые происходили в нашей стране до прошлого викинда или выходных, заканчивалось именно просто болтовнёй. То есть, никто никому ни о чём не говорил, все что-то видели, все что-то замечали, всех кого-то что-то удивляло, но никто никому никогда ни о чём не говорил. Если мы возьмём вот расстрел детей во Флориде или во Флориде, как хотите, мы будем читать и слышать и видеть о том, что этого пацана несколько раз приводили в милицию, несколько раз его допрашивали, несколько раз он совершал поступки, которые были из ряда вон выходящие и так далее. Но, тем не менее, никто, даже полиция, на него не завела ни одного протокола, ни одного. Опять же, вопрос, почему, ну, спасибо нашему бывшему президенту Бараку Хусейну Обаме и его генеральному прокурору Эрику Холдеру, когда они решили, что во Флориде слишком много чернокожих детей арестовывают, приводят в полицию, заполняют на них протоколы, это создаёт нелицеприятную картину по всей стране о том, что вот над чернокожими детьми, видите ли, их специально обвиняют во всех тяжких. Итак, был издан такой негласный указ, если только нет какой-то крупного нарушения, ну, поговорите с ними, отпустите, никаких протоколов, никаких приводов в полицию и так далее. И вот, к чему вот это вот привело, это при том, что мы все знали, say something, I mean, see something, say something. Это привело к расстрелу детей в школе и двух учителей. До этого Сэнди Хук, elementary school, парень, который был абсолютно на этих антидепрессантах, парень, который мама-учительница, но она-то должна была видеть отклонения в своём собственном сыне, кроме того, что у него были антидепрессанты. И вот дожились. Украл оружие, застрелил детей. Никто никому ничего об этом не говорил. Когда уже действие было совершено, вдруг нашлись такие умники сердобольные, о, а я вот за ним замечала это, а я за ним замечала это, понимаете. Короче, вот в связи вот со всем этим, Лэнзи Грэм, председатель юридического комитета Сената, республиканец, предложил так называемый закон красных флажков. Почему закон красных флажков? Те, которые когда-то занимались или сегодня увлекаются под зимней рыбалкой, подлёдной, вы знаете вот это устройство, которому приделывается маленький спиннинг, которым ловят подо льдом, и это устройство имеет пружинку, и когда рыба хватает наживку, она тянет за леску, леска детонирует пружинку вот этого устройства, и флажок быстренько поднимается в вертикальное состояние, как бы отбрасывается, тем самым привлекая внимание рыбака. Так вот, этот закон красных флажков в том виде, который предложил Лэнзи Грэм, он должен был звучать так. Как только кто-то что-то увидел, они обязаны обратиться в полицию, доложить то, что они увидели, и полиция должна принять меры хотя бы в том смысле, что поехать, проверить, разобраться и так далее. В принципе, закон неплохой, даже в этой форме он имеет пару недостатков, но самые большие недостатки, конечно же пришли от демократов, которые ухватились за этот закон, как способ отбора оружия у законопослушных граждан. Каким методом? Значит, получается так, вот, допустим, мой сосед, случайно, моя соседская собака случайно нагадила на мой, как говорится, газон, я хочу ему отомстить, я знаю, что у него есть оружие, я звоню в полицию и говорю, что этот сосед недавно мне угрожал оружием. Значит, через две секунды на его прапорте должны появиться полицейские, которые должны отобрать у него это оружие, заметьте, пока что без суда и следствия просто отобрать. Причем, если у него, допустим, там 25 разных видов оружия в доме, ну, коллекционирует человек, забирается полностью все оружие, не тот только пистолет, которым, допустим, мне якобы угрожали. Но пока что без суда и следствия у него забирают абсолютно полностью все виды оружия, которые начинают проверять якобы на отстрел, на какие-то баллистику и так далее. И до тех пор, пока это оружие не проверят, и до тех пор, пока его не проверят и так далее и тому подобное, это может занять 2, 3, 4 года. Пока что человек остается вообще без оружия, и ему адвокаты, потому что его постоянно дергают в суды, ему нужно писать какие-то ответы, его дергают на допросы и так далее. Пока что вот он тратит где-то там, допустим, порядка 5-7, ну, 10 тысяч, в зависимости от того, сколько его там дергают, пока что он должен потратить 10 тысяч на адвокатов, и кроме этого он должен, иначе он потеряет, если он не будет давать ответы на вопросы, он потеряет все свое оружие. А если он решит давать ответы на вопросы без присутствия адвоката, мы все знаем, чем это чревато. Иначе посмотрите на Майкла Флына, на генерала Майкла Флына, которому просто позвонили, сказали, слушай, есть пару вопросов, хотим тебе задать. Он спросил, мне нужен адвокат, они ему сказали, нет, какой адвокат, придем, пару вопросов зададим и уйдем. И после вот этого вот предложения человек оказался без дома, без копейки денег, мало этого, еще его сына хотели втянуть в это же дело. То есть, вот вам получается, вот что предлагают демократы. Теперь, давайте мы решим сразу о том, что вот человек, у которого сегодня есть пистолет, который он купил там, ну, недорого, скажем, там 400-500 долларов, допустим, да, я не говорю там про какие-то сумасшедшие пистолеты, которые стоят там по полторы, по две тысячи. Нет, обыкновенный там пистолетик 9-миллиметровый, который стоит там, пусть 500 долларов. Значит, если у меня стоит вопрос, потратьте 10 тысяч на адвоката или отдать им свой пистолет, конечно же, я отдам им свой пистолет. Проблема в том, что вместе со своим пистолетом я им точно также должен отдать вот ту карточку, про которую я вам говорил, которая дает разрешение на покупку оружия. То есть, я становлюсь неспособным купить еще какое-либо оружие до тех пор, пока меня не оправдают. Понимаете? К чему ведут демократы? То есть, вот таким методом, как они предлагают без суда и следствия, только по науськиванию обиженного соседа со мной могут вот такое сотворить. Теперь, те, которые достаточно долго прожили в Советском Союзе и так далее, вам это ничего не напоминает вот донос, анонимный, арест, застенки, 58-я статья, 25 лет лишения свободы. Ничего не напоминает? Я думаю, что вам это все прекрасно напоминает. Даже те, которые не имеют сегодня оружия, которым в принципе не о чем волноваться, но я думаю, что даже те, у которых нет оружия, должны задуматься над тем, что предлагают демократы и к чему они клонят. Вот что самое страшное. Так вот, конечно же, республиканцы сказали, это даже не обсуждается. Хотя, вот смотрите, теперь где, как говорил наш бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев, вот где собака порылась. Собака порылась в том, что до тех пор, пока Сенат в руках республиканцев, прохождение этого закона нам ничем не угрожает, потому что, конечно же, они его не допустят даже к обсуждению. Но, если Белый дом окажется в руках демократов, я имею в виду президент-демократ, и большинство в обеих палатах, можете даже не сомневаться, что этот закон будет протянут. Они не могут атаковать вас в отношении второй поправки. Они побоятся это сделать. Но отобрать ваше оружие, они абсолютно без проблем это сделают. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, Анатолий, вы рассказывали, как возить оружие. У меня возник вопрос, а как, когда им можно пользоваться? Это оружие, в принципе, для своей собственной охраны, для защиты, да? Да. Если на меня нападают, вот я, допустим, остановилась где-то, ну, у меня нет оружия, но, если бы было, лежит этот пистолет один в бардачке, патроны в багажнике, а в это время на остановке какой-то сумасшедший подходит машине, угрожает оружие, и что должен человек делать? Окей, я понял, Варвард, давайте. Еще один вопрос. Вы помните, что сказала Камала Херрес? Она сказала, что если законодатели, я им дам сто дней, если они не примут закон о запрощении оружия, то я и дам указ. Да, спасибо. Ну, вот смотри, я вам быстренько отвечу на ваши два вопроса. Первое, что делать, если на вас нападают? Значит, вы понимаете, для того, чтобы иметь разрешение на ношение, то есть, вот эта фойт-карточка, она вам не дает разрешение на ношение оружия. Для чего она вам дается? Вы купили пистолет, вы едете стрелять в тир. Значит, по дороге в тир пистолет лежит в одном месте, патроны лежат в другом месте. Все, вы не имеете права пользоваться этим оружием иначе, чем в тире. Точка. Поэтому, даже если на вас нападут, вам это оружие ничем не поможет. Вот для того, чтобы купить оружие для самообороны, вы должны получить вот этот Conceal Carry License. Там уже другое дело. Во-первых, вас там научат обращению с этим оружием, потому что для того, чтобы купить оружие, вам не нужно проходить курсы. Его обращение с ним, как его чистить, это в первую очередь предохраняет вас. Потому что такое количество самострелов, которое происходит в Америке повседневно, именно связанное с тем, что люди жмутся пойти и получить хотя бы малейшее понятие о том, как с этим обращаться, это кошмар. Поэтому вот то, что вы сказали оружие в одном месте, это в другом месте, это только в случае, если у вас есть только фойт-карт. Получили Conceal Carry, пожалуйста, можете его держать прямо на себе. Там совсем другие законы, но вы имеете право им пользоваться. Так? Не буду сейчас даваться в подробности, как, когда и зачем. Теперь, что сказала Камала Херрис? Конечно, у них у всех одна мысль в голове. Мы сейчас закончим быстренько этот сегмент, вернемся и обязательно продолжим. Итак, мы возвращаемся на нашу народную трибуну. Спасибо за то, что остаетесь с нами, спасибо за то, что слушаете. Спасибо за то, что проводите с нами время. Это очень приятно, по крайней мере, мне, так, сто процентов. Итак, значит, мы, я думаю, я ответил на вопрос по красным флажкам. Короче говоря, сейчас, конечно же, вы будете слышать две стороны, как говорится, одной монеты. Республиканцы, конечно же, не пойдут на то, вернее, республиканцы согласны, чтобы вы поняли, республиканцы согласны на вот этот вариант красных флажков, но при одном условии. Все должно быть по закону и презумпция невиновности должна быть поддержана. В каком смысле? До тех пор, пока человек не признан виновным в чем-то, его оружие в него не отбирается. То есть, ну вот подал на меня мой сосед, или я подал на своего соседа, допустим, там, анонимку. Ну, пришли к соседу, вызвали его в полицию, допросили, расспросили, что, почему, зачем, дали ему тикет явиться в суд, и в суде одно из двух либо его признают виновным в том, в чем я его обвиняю, и тогда у него заберут оружие, если он действительно мне, или, ну, в общем, если он мне угрожал, или если я действительно как-то получился такой вариант, где он воспользовался оружием не по закону, у него это оружие отберут. Но если этот человек признается невиновным, его оружие не отбирается. Это то, что предлагают республиканцы, на что они согласны. Демократы, конечно же, их это не устраивает. Почему? Потому что мы знаем уже давно, у демократов вообще не существует такого понятия, как презумпция невиновности. Просто не существует. У демократов человек абсолютно виновен еще до суда и следствия. Ну, а потом, если его признают невиновным, перед ним даже не извиняются. Ну, не получилось и не надо. Мы это знаем по тем слушаниям, через которые протаскивали судью Кевина. Мы это знаем по очень многим случаям, где людей увольняли с работы и так далее. Просто за то, что, видите ли, его в чем-то подозревают. Кстати, кстати, вот это движение МИТУ, я с этим движением тоже не согласен. Давайте прием зонок. Добрый день, вы в эфире. Да, здрасте. Здравствуйте. Вы говорите, а я не согласен ни с республиканцами в этом плане, ни с демократами, тем более. Если анонимку напишут, это что, Советский Союз? Анонимка должна вообще не рассматриваться. Пусть подписывается. Если вы угрожали кому-то, пусть придет суд, докажет, а не анонимку. Это чисто Сталинский Советский Союз. Да, я с вами согласен, спасибо. Я немножко, наверное, оговорился в том смысле, что я не имел в виду анонимку, я имел в виду донос. Вот так, я неправильно выразился. То есть, вот его собака нагадила на мой газон, я написал донос на него, я там подписался, и вот сейчас началось следствие. В этом смысле, конечно же, на анонимку нельзя обращать внимание, кроме как, может быть, действительно проводить расследование, если будет проводиться расследование. Послушайте, может быть, я действительно боюсь этого соседа, я знаю, что он готовит какой-то взрыв где-нибудь в библиотеке, я боюсь, что если он узнает о том, что это я на него написал, что он меня убьет, я имею право написать анонимку, они придут, они зайдут к ему в дом с обыском, если они найдут даже по анонимке там какие-то либо взрывчатые вещества, либо какие-то схемы, которые напоминают бомбу, почему же они его не должны, конечно, должны арестовать. Итак, прошу вас говорить, пожалуйста, спасибо. Алло. Да. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Значит, я хочу сказать первое, что заслужители, что в принципе мы сейчас находимся буквально в одном шаге от создания тоталитарной структуры в государстве. Да. Это первое. Второе, потом по поводу, вот я хочу звонить по поводу Флина, вот с ним же жесточайшим образом расставились только по одной причине, не потому что в нее обвиняли, в прессе все это было, там была только одна причина, потому что при составе, когда его, Трамп собирался взять кабинет, он собирался реорганизовать всю, всю структуру разведки. Вот это было самое страшное, поэтому они с ним же так жесточайшим расставились. Ну да, я с вами согласен, то есть это может быть одно из, почему, потому что они, конечно же, копали под Трампа, то есть там было. Да, но в принципе они расставились с ним так жестоко, только потому что он согласен их реорганизовать. Да, согласен. Спасибо большое, спасибо. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Леван Ваншин, будет выступать в встрече? Обязательно, обязательно. Спасибо. Пожалуйста, будьте здоровы. Вот, а теперь в отношении Me Too Movement, это вот это движение, где женщины через 30 лет, ну вот давайте примем звонок. Добрый день. Хорошо. Еще раз, вот скажите мне, объясните, если я такой тупой, Конституция Соединенных Штатов, там черным по белому написано, каждый гражданин, я по черному гражданин, имеет право покупать, хранить, найти оружие. Почему это изначально исказается в каждом стране, разными поправками в каждом штате? Это уже нарушение. Окей, спасибо. Я не хочу просто занимать этим время, я вам скажу. Во-первых, я никогда не вам, ни никому другому не говорил о том, что вы тупой. У нас тупых нет. У нас есть люди, которые больше разбираются, меньше разбираются. Поэтому в отношении Конституции запомните, еще раз, пожалуйста, запомните. Это очень важно для любого человека, живущего в нашей стране. В Конституции прописано все то, что там прописано. То, что в Конституции не прописано как федеральный закон, штаты имеют право принимать свои отдельные законы, базируясь на Конституции, не нарушая ее, но имеют право создавать свои законы. Вот это называется республика. То есть, здесь Штаты, если я, допустим, опять же, что такое Конституция, запомните. Это не наши, вернее, это Конституция, это руководство, она немножко другая, чем так, к которой мы привыкли в Советском Союзе. Конституция Америки – это руководство власти к тому, как эта власть должна исполняться. Все. И в рамках этой Конституции у нас есть определенные права, как у граждан. Но Конституция – это именно инструкция к тому, как власть, на что власть имеет право, на что она не имеет право, как она, ну и так далее. То есть, это сделано для того, чтобы обезопасить наши права. Теперь, по поводу оружия. В Конституции не записано, как вы сказали, что каждый имеет право на ношение, на приобретение и так далее. В Конституции написано, что каждый гражданин Соединенных Штатов имеет право на владение оружием. Все. Точка. Теперь, на каких условиях там не прописано? И вот поэтому Штаты, так как там не указано, как Штатам прописывать условия владения оружием, вот поэтому Штаты каждый придумывает свои законы. В одном Штате владение оружием означает, вот нужно сделать вот это и вот это, чтобы получить разрешение на покупку, потом нужно сделать вот это и вот это, чтобы получить разрешение на транспортировку, потом нужно сделать вот это и вот это для того, чтобы получить разрешение на ношение. И мало этого, после всех разрешений, которые нам даны, нам еще нужно знать закон, который позволяет нам пользоваться этим оружием. На это тоже есть четкие законы, понимаете? Поэтому каждый штат имеет право создавать свои законы, если они не прописаны уже в Конституции. Надеюсь, я толково объяснил. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий, вы правильно все сказали насчет СИПы. Но почему нельзя включить в бумаги при продаже оружия отказ или наоборот разрешение, ну как бы эксцесс к этим рекордам? А вот это они, так они это и рассматривают. Вот это одна из тех... На что согласны республиканцы, да? Республиканцы, в принципе, на это согласны. Они даже это... Они, в принципе, это и предлагают. Они сказали, пожалуйста, мы открыты к обсуждению, как обезопасить наших граждан. То есть, дайте, но весь вопрос стоит в том, Трамп просит одного. Дайте мне, пожалуйста, те предложения, которые не только будут полезны, но и которые будут действенны. Не предлагайте мне какую-то ерунду по поводу, давайте отберем у всех AR-15. Или давайте... Понимаете? Так это же мечта левых коммунистов. Ну, окей, хорошо. А собрать на съемте AR-15. Ну, пусть они мечтают, это их проблема. Кто же им даст? Для этого в Америке существует система checks and balances. Поэтому каждый имеет право на свое мнение. И это мнение должно быть воспринято большинством. Вот это называется демократия. Вот и все. Спасибо. Короче, получается такая ситуация. Насчет красных флажков, я надеюсь, вы поняли, что красные флажки могут работать только в том случае, и я с этим абсолютно согласен. Если поступает какой-то сигнал, и этот сигнал сначала расследуется, а потом принимаются действия, а не наоборот. Сначала принимаются действия, а потом проводят расследование. Вот это то, к чему я, прошу прощения, согласен. На что я согласен? На что демократы, конечно же, не согласны, почему им главное каким-то образом отобрать оружие у людей. Теперь, мы все прекрасно понимаем, все взрослые ребята, все взрослые мальчики и девочки, которые понимают, что причина, по которой демократы хотят отобрать оружие, потому что вот таким безоружным стадом легче управлять. И вот именно поэтому наши праотцы создали вторую поправку, которая нам дает право на ношение оружия. Теперь, что пытаются сделать американцы, демократы, они пытаются всяким правдами и неправдами, это оружие отобрать, тем не менее, не трогая вторую поправку. Почему? Потому что даже имея большинство в верхней и в нижней палатах, это еще недостаточно для того, чтобы принять, поменять Конституцию. Там нужно иметь согласие 38 штатов, там нужно... Ну, в общем, короче, я не буду вам сейчас давать уроки по Конституции, но практически поменять Конституцию или какую-то из пунктов Конституции практически невозможно. Для этого была создана всякая система защиты. А вот отобрать из-за или, следуя, издать закон, который разрешает отбор оружия, вот тут они могут. И для этого все, что им нужно, им нужно иметь большинство. Ну, вот правильно сказал Юрий, он сказал, что мы фактически находимся в одном шаге от полного тоталитарного режима. То есть, сегодня, не дай бог, если так совпадет ситуация, где демократы получат президента большинство в Сенате и большинство в Палате представителей, фактически будет создана система тоталитаризма. Из нее вытекут все такие вещи, как вот этот колледж выборщиков, и перемена условий, перемена условий Верховного Суда. Прошу прощения, вау. И, то есть, поэтому мы должны приложить все усилия, мы, я имею в виду нормальные, адекватные люди, для того, чтобы ни в коем случае не допустить такое стечение обстоятельств. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Анатолий, как вы думаете, они придумывают вот эти вот фокусы, хотят делать то же самое, что и сделал Обама, всех наградить, так сказать, у всех отобрать, а себе оставить? Ну, что значит оставить? У них и так, им не нужно оставлять... Ну, они придумают статью, по которой я знаю, члены этой партии разрешаются иметь 10 единиц оружия, я не знаю, для какой цели. Ну, я вам скажу, опять же, я... То, что вы сейчас говорите, это вполне, вполне возможно. Я не думаю, что до этого может реально дойти. Почему? Потому что... Может, может. И очень просто. Раз они на это замахиваются, Обама тоже не думали, что Обама такой фокус делает. И, кажется, все... Он в белом, а все в говне. Ну, да. Вот там и они с этим могут сделать. Ну, я... Спасибо большое. Они могут. Давайте говорить так. Слон тоже может съесть 3 тонны орехов. Но кто же ему их даст? Поэтому давайте будем разделять реально то, что возможно в принципе и то, что происходит сегодня на самом деле. Поэтому я бы не вдавался в такую панику. Но, тем не менее, вот что мне действительно не нравится, это то, что демократы не гнушаются попранием Конституции, хотя бы в том смысле, что презумпция невиновности для них не существует. Вот это очень-очень страшная вещь. Почему? Потому что вот именно эта вещь, забудьте там, оружие, это уже такое, десятая вещь, десятая. Но вы понимаете, что самое страшное, это убрать презумпцию невиновности или от нее избавиться. Почему? Потому что это может произойти с каждым из нас. Это может коснуться каждого из нас. И поэтому вот это страшная вещь. До тех пор, пока существует презумпция невиновности, мы имеем хоть какую-то надежду на то, что если мы не делали то, в чем нас обвиняют, что мы будем оправданы. Иначе нам удачи не видать. Теперь в отношении, еще раз, Me Too Movement, почему я к этому все время веду? Да вот именно потому, что очень многих лишили работ того, тот же Вайнстин, тот же Эл Фрэнкен. Вы не поймите, мне их не жалко, я не жалею. Но по закону с ними поступили очень нечестно. Еще не было суда, еще не было следствия даже. Были просто обвинения. По крайней мере, Кевино, которого обвиняли, опять же, во всех тяжких, ему все-таки республиканцы добились того, что прошло расследование ФБР, и его признали невиновным. Ну, скажем так, его оправдали. А вот те, которые, вот тот же Вайнштейн, тот же, смотрите, что получилось с актером Кевином Спейси. Его обвинили, на него подал в суд, там, какой-то мужик, которого якобы он в баре схватил за одно причинное место, якобы предлагал ему произвести своего рода половой акт, и вот подали на него в суд. Его уволили, от него отказался Голливуд, на него там все шипели, жужжали и свистели. И после всех дел в суд нашел его невиновным, оправдал его. Понимаете? Но пока что человеку пришлось, во-первых, признаться в том, что он гей. Он никогда, об этом никто никогда не знал. Он был актером, он был замечательным актером, он и есть замечательный актер, но никто не знал о том, что он гей. Ему пришлось в этом признаться. Ему пришлось признаться еще в очень многих вещах таких, пикантных, которые в принципе не должны были никто узнать. Но тем не менее, о нем узнали всю его, как говорится, перетасовали все его грязное белье, и после всех дел оказалось, что он был невиновен. Поэтому вот тут я абсолютно не согласен ни с этим Me Too Movement, то есть женщины, которые через 30 лет вдруг вспоминают, что их кто-то когда-то взял за одно место. Ребята, вы хоть и должна быть, какой-то должен быть закон, по истечении времени которого все, как говорится, ставки сняты. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Догатолий, на эту тему есть очень короткий, хороший анекдот, который четко отражает именно эти события. Заяца поймали на границе, он убегает в другую страну. Спрашивают, чего бежишь? Травы не хватает? Нет, хватает. А бежает кто-нибудь? Нет. Кто-то пытался снять с себя шкур? Нет. Чего бежишь? А медведь отрывает яйца те, у кого их три. Ну а у тебя что, их три? Нет, два. Но вся беда в том, что он раньше отрывает, потом читает. В этом вся проблема. К этому мы и пришли. Спасибо вам. Ну вот на этой утверждающей ноте, спасибо за то, что подняли нам настроение. Дорогие друзья, я с вами сегодня буду прощаться в этой программе. Спасибо еще раз огромное за то, что участвуете, за то, что звоните, за то, что слушаете, за то, что с нами. Хочу вам пожелать замечательных выходных, приятных новостей, хорошей погоды, удачной рыбалки тем, которые собираются этим заняться, удачной охоты. Ну, в общем, короче говоря, ребята, получайте удовольствие от выходных. Ну и мы встретимся уже в наших передачах на следующей неделе. Ну а наш эфир продолжается, поэтому оставайтесь, будет еще очень интересно. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok